Всем привет! У нас резко похолодало и мои гортензии очень быстро превратились из белых в розовые. Diamond Rouge. Очень яркая, эффектная гортензия с мотыльковым соцветием. Есть и стерильные и фертильные цветки. Стерильный, очень крупный, а за счет множества фертильных цветов эта гортензия очень ароматная. Шапочки у гортензии очень воздушные и легкие. За счет этого она прекрасно переносит и сильный ветер и обильные дожди. Без подвязки отлично держит свой кустик. Замечательная гортензия. Гортензия Grandiflora. Эта гортензия, пожалуй, наверное, самая старая из сортов. Такие гортензии уже и продают очень редко, но она очень красивая. В моем саду она, наверное, уже шестой год. Селекция не стоит на месте и с каждым годом все больше и больше появляется на рынке этих замечательных растений. Как миниатюрных, так и высокорослых. С различной окраской. От салатовых до темно-бордовых. Это второй кустик гортензии Grandiflora. У меня в саду их три куста. Это гортензия Little Lime. Сейчас сентябрь и она очень красиво окрашена. Присутствуют также еще только распустившиеся цветы и уже полностью окрашены. Ну, я думаю, они еще красятся более, станут бордовыми. Ну, очень красивый кустик. Конечно, хочется, чтобы он был повыше. Здесь, наверное, нужно обрезать его очень высоко. Тогда он будет намного выше и эффектнее. Очень классная гортензия. Мне понравилось, что на одном кустике можно видеть и уже давно раскрывшиеся соцветия и молодые, которые только-только начинают свой распуск. Гортензия Little Lime вся покрыта цветами, зелени практически не видно. Обалденная гортензия. Очень компактная. Если у вас в саду мало места и ограниченное пространство, я советую присмотреться к этой красавице. Гортензия Grandiflora. Как я уже и говорила, что это старинный сорт, но она потрясающе красивая, неприхотливая. Эта гортензия имеет место быть в каждом саду, поскольку очень нетребовательно. Зимует отлично. У нас в Сибири она точно зимует и это уже проверено. Не зря же выбрали эту гортензию для выведения нового сорта полярный медведь. Родителями полярного медведей являются гортензия Grandiflora и LimeLight. Изумительная розовая кики. Вторая волна цветения. Если сентябрь постоит теплой, она еще подцветет. Очень хочется, чтобы в сентябре не было ранних заморозков. Так хочется любоваться этой красотой подольше. Но пока с погодой нам не везет. Дождливо и очень холодно. Как же мне нравится вот это сочетание синей лобилии и розового очидка. Гортензии смотрятся замечательно в любой стадии цветения. И как же они здорово украшают осенний сад своими шикарными, красивыми, разноцветными шапками. Очень нравятся крупные соцветия, но к сожалению не все гортензии могут справиться с осадками. Особенно как у нас в этом году бесконечно льет дождь. Не просто дождик маленький морозит, а прям ливнем. Соцветия от дождя становятся тяжелыми, наклоняются, а некоторые ломаются. В этом году у нас очень холодный сентябрь и дождливый. На этой неделе уже обещают первые ночные заморозки. К сожалению вся красота это уже пропадет. Стараемся побыстрее убрать весь урожай, но это очень сложно, поскольку земля очень переволожнена. Хотя нам еще повезло. Тут недавно видела видео, там вообще люди копают картошку и вязнут в земле по колено. Как в болоте, аж все плюхает. Я даже не представляю как они вообще ее копают. У природы нет плохой погоды. У природы там может быть и нет плохой погоды. А для нас дачников и всех тех, кто работает на земле, это просто катастрофа, если дожди заливают. Против природы не попрешь. Ну а пока нет заморозков, хочу сделать букет из гортензии на зиму. Тут посмотрела на одном канале, как можно стабилизировать соцветие гортензии. Для этого нужен глицерин и горячая вода градусов 40. Все это смешивается один к двум и ставят в воду срезанные цветы гортензии на 6 часов. Завтра сделаю и расскажу, получилось у меня или нет. Очень хочется сохранить на зиму вот такую прелесть. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего только доброго и светлого. Буду очень рада видеть вас вновь на своем канале. Спасибо, что меня смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok